Привет друзья! В этом видео я расскажу как восстановить данные с SSD диска и в каких случаях это будет возможно сделать. На сегодняшний день SSD диски становятся все популярнее и все больше приходят на смену традиционным жестким дискам. Благодаря тому, что в конструкции SSD накопителей нет подвижных деталей, они считаются более надежными, нежели их механические аналоги. Однако все те же ошибки пользователей, вирусные атаки, выход из строя операционной системы также предоставляют определенную угрозу целестности данных на таких накопителях. С удаленными файлами, случайно отформатированными дисками, поврежденными разделами таблиц данных и поврежденными системными файлами, обладатели этих накопителей сталкиваются так же часто, как и те у кого установлен обычный жесткий диск. Если говорить о восстановлении данных с SSD дисков, то оно существенно отличается от восстановления с обычных жестких дисков. В большинстве случаев файлы, которые были удалены с SSD накопителя, восстановить не удастся, потому что отличительной чертой твердотельного накопителя является Trim, специальная команда интерфейса Atta, которая заставляет твердотельный контроллер в буквальном смысле физически очищать блоки данных, которые ранее использовались для того, чтобы сохранять удаленные файлы. Итак, начнём. Что же можно сделать и как восстановить данные? Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдёте решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. На самом деле, сделать можно немного. Только если команда Trim не была выполнена или данная опция не поддерживается диском, операционной системой или же интерфейсом между компьютером и SSD накопителем, вы сможете восстановить удаленные файлы. Проверить включена ли команда, можно запустив командную строку. В поиске введите cmd, нажмите на командной строке правой кнопкой мыши и выберите запуск от имени администратора. Введите команду, найти её вы сможете в описании под видео и нажмите ввод. Если в результате выполнения вы получите равно 0, значит Trim включена, если единица соответственно отключена. Для включения Trim, если он выключен, в командной строке нужно ввести следующую команду, а чтобы выключить следующую. Но помните, что отключение этой функции влияет на скорость работы SSD диска. Если эта команда выключена или каким-то образом не сработала, восстановить данные вам поможет программа Hetman Partition Recovery. Она также поможет, если диск был испорчен, поврежден, перестал читаться или определяться системой. Запустите программу, выберите диск и вы увидите окно мастера восстановления. Здесь нужно выбрать тип анализа, полный или быстрый. Быстрый найдет недавно удаленные файлы, а полный – всю возможную информацию, которая была удалена. Я выберу быстрое сканирование, так как данные были удалены мной недавно. Нажимаю далее. Немного подождем. Все, процесс анализа завершен. Далее нажимаю «Готово», после чего открывается окно с папками, где должны появиться удаленные. Все найденные сведения программа предлагает предварительно посмотреть в правой части окна. Это могут быть любые текстовые документы, звуковые файлы, фотографии и архивы. Если же вы не видите папки со своими данными, здесь есть кнопка помощи «Где мои файлы», в которой описаны дальнейшие действия, как их найти. А если нужная папка есть в данном списке, выберите ее и нажмите «Восстановить». Далее выберите метод сохранения и нажмите «Далее», укажите путь, куда их сохранить и убедитесь, что у вас достаточно места для их сохранения. После нажмите «Восстановить». Программа предупредит вас о том, что не рекомендуется сохранять данные на тот же диск, с которого они будут восстанавливаться. Если у вас есть возможность, выберите другой диск или же нажмите «Ок». Готово, данные восстановлены в указанную ранее папку. Если быстрое сканирование вам не помогло, нажмите на диске правой кнопкой мыши и проанализировать заново. Выберите «Полный анализ» и нажмите «Далее». Это может занять некоторое время. Дождитесь окончания. Теперь откройте папку «Глубокий анализ» и там в разделах попытайтесь найти нужные вам данные. В случае, если вам и был удален раздел «Создать диск», на нашем канале есть видео, которое поможет вам его восстановить. Ссылка будет в описании под видео. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Задавайте ваши вопросы в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.